сегодняшний гость программы правду 24 жанр в котором он работает называет фантастикой жесткого действия однако мы поговорим с ним не сколько о литературе сколько собственных действий сергей лукьяненко у нас в гостях приветствую добрый день сергей вот существует тезис что фантасты несмотря на то что казалось бы они пишут о чем-то не существующим выдуманным всегда на самом деле осознанно или нет учитывают геополитический контекст это правда или нет ну наверняка потому что фантастик про ваш конкретный случай не только пробуем на самом деле не только пробуем фантастика она все равно берется из нашего дня из наших реалий то есть фантаст может писать о чем угодно он может писать о будущем о прошлом совершенно ином мире но он так или иначе будет опираться на то что вокруг него ну а сейчас вот мне кажется жанр фантастики становится очень популярным потому что вот на наших глазах сейчас переписывается история история всегда была самой большой фантастикой года да кстати не случайно очень много историков или людей увлекающихся историей среди фантастов а например вы можете привести могу привести например пример лев вершинин писатель фантасты из одессы но сейчас он больше реализует в области политологии вот но он профессиональный историк там доктор наук все такое вы кстати тоже последнее время очень активно выступает я бы не сказал бы как публицист но как комментатор политических событий тех или иных это почему это потому что вас спрашивают об этом или потому что у вас есть движение души ну во первых спрашивают во вторых конечно очень тревожит то что реально происходит на политическом поле в первую очередь вокруг россии рядом с нами это конечно рядом с нами вы имеете ввиду украины ну естественно естественно это уже слово почти что табуировано я расскажу конечно за но всем надоело скажем так то что происходит в монголии нас не особо тревожит там все спокойно то что происходит где-то на других границах тоже более-менее в монголии не живут наши соотечественники скажем так что я под нашими соотечественники я имею ввиду вообще носитель русскоязычного менталитета людей которые говорят и думают по-русски мы с вами встречались в начале прошлого года и говорили о больших тиражах которыми ну в частности вас издают сейчас я так понимаю ситуация это в отрасли очень сильно изменилась сейчас издательская деятельность она переживает кризис какие все в общем другие отрасли на вас лично это отразилось или нет нет ну это конечно отражается тиражей меньше соответственно меньше гонорары так или иначе это происходит но другой вопрос что все равно у меня тиражи остаются высокими но то есть последняя из лучших книг сольных книг шестой дозор она вышла тиражом более 100 тысяч экземпляров это достаточно много вы рекордсмен да но смотрите а вот я обсуждал не помню с кем-то из сотрудников издательств вот эту ситуацию во первых мне объяснил что большая часть книг печаталась китае то есть соответственно это не за рубли вот поэтому и курс изменился и вот он достаточно и хитрами сказал ну что зато крым наш имея ввиду что вот если бы не было ситуации с присоединением крыма то все бы было отлично вообще если в сорок первом году сдались бы тупили фу баку баварска но история сослагательного наклонения не знает и судить о том как бы было мы тоже не можем я думаю что здесь ситуация вот на украине и крыму является далеко не самым главным фактором первый самый основной фактор это тот что люди в принципе стали меньше читать стали меньше читать по той причине что появилось огромное количество иных развлечений включаешь телевизор тебе на выбор сотни каналов если бы в тот момент когда я начинал писать был молодым юношей любящим фантастику чтобы в этот момент я мог включить телевизор и у меня там было три канала фантастики по которым непрерывно идут фантастические сериалы фильмы шоу я наверное не стал бы вообще что-то читать и писать бы наверно тоже стал очень сомнительно то есть работали бы по специальности письма может быть может быть потому что сейчас вот этот огромный сильный поток развлечений во всех видах компьютерные игры мультимедиа телевидение он захлестывает каждого человека который хочет информацию получать и книга это лишь один из маленьких островков соответственно конечно роль книги падает и тиражи падают вторая причина это разумеется причина появления большого количества букридеров то есть букридер как правило поле используется для чтения пиратской литературы то есть выложены незаконно что не приносит радости не издателям не автору и это очень большой сегмент сейчас я думаю это где-то наверное от половины до 100 процентов а вот такого книжного обычного книжного рынка мы же сами в начале мая выложили в сети фрагменты 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 и выкладываем маркетинговый ход ну за ругода это маркетинговый ход отчасти отчасти просто желание посмотреть на реакцию читателей и поймать вот это ощущение про то пишу что интересно или нет то есть почувствовать обкатать как бы вот эту новую вещь на на читателях вы часто вообще занимаетесь ну не в прямую писательским трудом а вот смежными там продвижение маркетинг чему говорю много шума наделал ваше заявление с тем что вы категорически запрещаете переводить ваши книги на украинский язык при том что это нонсенс известно что украина читает на русском и по-моему никогда никогда никого и не переводили в том-то и дело это была совершенно ироническая фраза а то есть она в адрес тех авторов которые всю жизнь публиковались в россии на русском языке но при этом россию всячески ругали поносили соответственно я сказал говорю да давайте же говорю будьте последовательны я запрещаю свои книги публиковать на украине на украинском а вы давайте переставайте публиковаться в россии на русском вот потому что разумеется за всю историю нашей фантастики но переводили по моему двух или трех авторов скорее в таких рекламных целях украина разумеется читает на русском она и думает на русском что то что что очень важно это и плюс и минус а вот вы упомянули людей с цеха которые относятся к ну к таким понятиям как патриотизм неоднозначно такого ко всем мире я вот буквально недавно в фейсбуке видел запись своего коллеги у него была такая что патриотизм это разновидность вируса и разновидность агрессии почему даже непонятно к чему это относилось вот ваши комментарии сейчас очень много говорят про патриотизм его надо воспитывать мы умеем это делать или мы у нас это не получается вы знаете я ничуть не против отказаться от патриотизма если это сделает весь мир если не будет понятия патриотизма в америке в германии британии израиле во всех развитых странах они скажут все мы полнейшие космополиты мы не патриоты своей страны мы не отстаиваем ее интересы тогда почему бы и нет будем все патриотами планеты земля и рода человеческого но почему-то происходит так что американский патриотизм когда каждый день вывешивается флажок на лужайке возле дома это нормально когда у нас человек вывешивает флажок на машину или окна это ужасно это страшно это плохо а почему так ну вы знаете это на самом деле предмет долгого и тяжелого исследования в ходе которого нам придется вспоминать то что говорили про русский либерализм и демократию интеллигенцию достоевский ленин прочие писатели политические деятели мыслители я бы сказал так это определенная к сожалению болезнь который страдает очень большая часть нашей действительно интеллигенции и наших либерально демократических носителей либерально демократических идей это очень печально потому что и либерализм и демократия сами по себе это прекрасные вещи но когда они ориентируются только в одну сторону то они превращаются в общем-то ну в разрушительную силу вот у нас сожалению они ориентированы так что в основном работают против страны а вот ваша оценка в целом цеха писательского ну и смежного литературного там и мы имеем виду литературоведов и критиков и людей работающих в индустрии книжной как вы оцениваете в общем настроение там в основном либеральные преобладают ценности у людей занятых вы знаете по-настоящему либеральных ценностей вообще мало у всех то есть людей которые вот действительно либералы в каком-то таком высоком чистом значении этого слова их очень мало я бы скорее сказал так что существуют патриотические силы и существуют силы скорее анти патриотические но как правило это даже не имеет отношения к либеральности к демократии то есть я видел людей которые знаю людей которые там ярые патриоты россии при этом они абсолютно либеральные вот а есть люди которые собственно говоря придерживаются каких-то очень имперских агрессивных даже взглядов но только не в отношении россии то они не за россию болеют скажем так лукьяненко ушел от ответа подумал я очень втихаемо знаете да не очень хочется называть имена это не надо у вас всегда персонажи в ваших книг это всегда есть сущности и люди готовые на готовые к подвигу вы считаете что воспитательный фактор вашей литературе присутствует или в основном все таки это развлекательное но я надеюсь что присутствует конечно надеюсь на это ну а я в другой имел ввиду может быть не то что вы сознательно это делаете или вы вот пишите как вам пишется а там уже как по получится я не делаю это сознательно но поскольку я естественно своих героев пытаюсь при да не пытаясь даже просто сама по себе так происходит что в героях которые симпатичные которые ведут как бы события в них приносишь какие-то свои черты свои взгляды то разумеется так получается то есть какие-то ненравящиеся качества вкладываешь персонажа сознательно и их обычно стараешься вложить не в главных героев не в тех кто вы из вот когда образ создаете вы используете свой личный опыт то есть какого-то вы допустим можете своих знакомых конечно когда он вот у вас в этом году в сентябре будет юбилей 25 лет семейной жизни даже ваша супруга она присутствовала в ваших книгах в качестве качестве музыка в качестве музыка очереди поэтому вот качестве того или иного персонажа вы рисовали с нее что нет это знаете это очень такой интимный процесс все таки то есть есть какой-то наверно близкий круг родных людей близких друзей кого не берешь это это отчасти знаете такая вот насильственная операция такая вивисекция литературная когда берешь человека и втискиваешь его в текст поэтому все таки по-настоящему близкие люди они остаются немножко в стороне я вот упомянул карточки сразу по ассоциации вспомнил новость который слышал что вы входите в какой-то совет или в жюри которое должно придумать название для отечественной карточной системы расскажите поподробнее об этом забавная история то есть мне предложили некоторое время назад месяца полтора поучаствовать жюри там в общем-то в основном люди как-то связанные с банковской системой с финансами я был объявлен такой всенародный конкурс на логотип на название я попытался проучаствовать и проучаствовал в качестве скорее писателя который пытается оценить насколько предложенные варианты правильные благозвучные я не могу сказать что все получилось потому что например мне было симпатично название спутник по то что это название есть во всех языках соответствовать и да это одно из него одно из народе халаги слов которая стала мирно потому что все вы знают что такое виза все знают хотя бы в каком-то значении что такое мастер и поэтому виза карт мастер карт это понятно спутник тоже понятно понятно на всем без перевода и опять же у слова спутник есть значение не просто космический объект а то что 100 партнер дар дар сопровождает на мой взгляд очень хорошее название но как я понимаю но не прошло какие-то проверки на использование потому что есть там туристические агентства я не буду поисковая система спутник вот это очень обидно для меня какие-то названия против которых я на самом деле решительно был они прошли в шорт-лист это какие ну например название родина ну как для карточной системы расплачивается родина прекрасно сразу вспоминается даже да 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 вот ну или там название патриот у вас для карточки нет у меня патриот сразу такая помпезность какая-то вот то есть плохо у нас этим делом 2 какой-то неправильно для возникает слой ассоциаций но или там название там роса но роса а что значит роса вот она высохнет быстро как роса под солнцем да как там упоется в одно в одном гимне или там стихотворение что сгибут наши хворожины как роса под солнцем ну не гимн это стихотворение шевченко а вот ну опять же роса как будет читать англоязычный человек пока пока карта какая-то непонятная то есть сразу возникнет два варианта чтения вот то есть какие-то вещи мне не очень симпатичные с точки зрения писателя с точки зрения человека который пытается понять как это слово будет работать ну по каким-то критериям они шорт-лист прошли и там есть и более симпатичные варианты надеюсь что будет выбранной какой из прошедших шорт-лист вариант вам наиболее импонирует ну мир может быть потому что все-таки мир слова хоть и не вошло во все языки но война и мир все-таки то есть в этом есть тоже что-то в глобальность то есть слово мир она она в принципе короткое кстати это особое место занимает слопаши она с одной стороны обозначает как бы ну планету а с другой стороны отсутствие войны то есть карта мир это на мой взгляд рабочий вариант ну какие то еще там есть варианты которые в принципе могут работать вот про родину вы говорили у вас ваша фамилия фамилия вашей супруги она в общем-то вот на кого заканчивается да то есть вы этнически украинцы и вы супруга или нет или намечено частично частично то есть вы оба в казахстане казахстане да я советский человек вот я к этому да что что такое что такое родина до для сергея лукьяненко для меня родина это советский союз конечно ну или скажем так можно сказать там российская империя потому что какие бы формы она не принимала есть большая россия есть можно ее назвать империей но когда вы произносите слово империи в этом сразу вот слышатся какие-то ну не мне а многим думаю допускаю нашим зрителям какие-то вот реваншистские нотки что россия там себя кремль собирается вот реанимировать как говорят собок вы считаете что возможно вообще реанимация вот этой идеологической парадигмы которая существовала советском союзе вряд ли ну понимаете она не выдержала проверку временем во первых ну 70 лет ну 70 лет да она просуществовала она скажем так на запале энтузиастов которые ее создавали там кроваво плохо с ошибками с перегибами но по крайней мере это были фанатики которые мечтали о чем-то высоком и вот этот вот запал первоначальный он держался достаточно долго но к сожалению мы убедились что когда этот запал выдыхается все остальное начинает рушиться то есть не оказалось какого-то глубокого более близкого более устойчивого видимо базиса то есть я на самом деле коммунизму отношусь очень хорошо как но как за изначально идея то есть вот как изначально его и она понятна дорожа а реализация этой идеи не удалось пока никому за носитесь варианты с камбоджей не надо там таки кстати вот про камбоджу про китай вообще про восток как вы считаете мы ну опять же мы я говорю не только российскую федерацию а вот империю как вы говорите мы восток или запад мы не восток и не запад мы и то и другое сразу это плохо или это хорошо я думаю это хорошо потому что я все-таки как человек родившийся на востоке но опять же как вы сами упомянули что есть украинские корни украинцы это тюркский народ тюркский народ но в украинском языке количество тюркских слов ну конечно но она превышает по моему на порядок количество тюркских слов в русском да да но тот же самый майдан это тюркское слово например нет украинцы это очень сильно подвергнуты влиянию турецкой империи народ то есть соответственно там очень сильные тюркские корни и в генотипе скажем так народа и в языке в культуре давайте мы сейчас поэтому я поле потому что мы знаем что украина ци ци европа и сейчас мы сейчас мы албания албания тоже ци европа вы просто точно не турция в общем-то ци европа давайте мы перейдем к нашей кодике игре в правду значит я не помните ли вы его приходить приходилось год надо играли до играть значит вот вы из этого мешочка вы достаете вот красный мешочек достаете оттуда фишечку сами это красненькая кладете обратно и выбираете любую красную карточку снизу лежит какая-то там посмотрим какая часть тела вашего партнера вам нравится меньше других о как интересно что что не скажешь тоже наобидится вы же может быть же фантаста вы можете сразу как-то вырулить на то что партнер для вас это очень обязательно сокровенный вопрос не но все-таки прям при слове партнер в первую очередь представляется конечно партнер брачный издатель есть у вас на издатель вот вы подумаете про него или про него издательский партнер меньше всего мне нравится в нем наверное такая часть тела давайте проверим что и другое и мне все нравится их линии в издателях ой опять красный до отложительства третий раз уже на столе до любую красную стала быть карточку как часто вы предпочитаете работу друзей сексу с вашим партнером вы знаете редко наверное все таки потому что общем такая ситуация когда работа или друзья отвлекают от семейной жизни ситуация очень неправильно так что редко а у вас таких книгах на самом деле вы считаете присутствует эротический компонент или или вы его прописываете вот во вторым вторым планом в небольшой мере на самом деле фантастика она не очень склонна сама по себе сексу к эротике но за исключением каких-то отдельных направлений именно эротических зато там такая можно разгромбу развернув филипп же за фармер есть прекрасный писатель он очень это любил у него есть книги которые кому до сих пор у нас даже не рискнули перевести на что там такой женщина с питью сиськами что там там все на сирии какие там все возможные там сада маза и все что только можно придумать понятно с европа как америка америка ну давайте попробуем дамы граждан отложили красный не будет голубенькая луба это на вопрос категории на подумать на чем подумать вам вы тайно находите себя красивее большинства людей своего окружения сложный вопрос нет на данный момент наверное нет я скажем так вполне представляю там помню себя молодым я был очень красивым молодым человеком вот но во первых годы наверно не очень все-таки украшают а во вторых ну конечно мужчины нет возраста во вторых конечно все-таки фигура у меня сейчас не такая как 20 лет или 25 вы думаете об этом ну я это просто честно признаю я знаю этот факт догадываюсь а вы считаете что вообще для мужчины внешность имеет значение ну для мужчины это конечно более второстепенно но как гласит хорошая пословица если мужчина не урод то он красавец а в работе это может помешать или помочь внешность да наверное наверное нет наверно тут скорее не внешность тут скорее поведение там уровень какого-то общения понимание собеседника умение общаться в конце концов это главнее сергей лукьяненко человек который понимает своего собеседника если мы под собеседниками имеем ввиду читатели про это просто явочным порядком говорят тиражи его спасибо вам большое спасибо